Именно с этой фразой спецназ ФСКН входит в ночные заведения города. Кто-то здесь отдыхает, а кто-то работает. Как только в клубе появляется спецназ наркоконтроля, происходят настоящие чудеса. У всех пропадают документы. Кто-то забывает их в машине, кто-то дома. Некоторые паспорта захватывают, а вот временную регистрацию нет. Я с собой документы в настоящий момент иметь не обязан. Я понимаю, что у вас есть документы удостоверяющие? С собой прямо сейчас. На работе я могу принять. Параллельно с непосредственной задачей спецназ наркоконтроля находит в клубах несовершеннолетних и нелегалов. Сотрудники спецслужбы осматривают подсобные помещения, изучают содержимое кальянов. В курительных смесях могут быть наркотические вещества. В первых двух заведениях проверка не выявила ничего запрещенного. С третьим все оказалось иначе. В баре людям в масках были не рады. За стойкой сотрудники обнаружили два баллона с маркировкой «закись азота». Использование веселящего газа для немедицинского употребления правительство запретило еще в прошлом году. Видимо, здесь об этом не знали. Данный баллон в настоящее время будет изъят, о чем вставляется настоящий арк. Будут направлены на экспертизу. По результатам, который будет испанольный факт является вещество, находящееся в газах. Запиши мой номер, позвать, что мы либо не будем. Найти ответственного за баллоны удалось не сразу. Даже владелец бара старательно уходил от ответа. Прикидывался посетителям, прятал лицо. Вы кем здесь являетесь? Вас это волнует? Да. Как сотрудник, потому что в данном случае вы со мной скорейте перебираетесь по поводу газа. Потому что мне просто интересно, что здесь делается. Здесь люди отдыхают. Я и так отдыхаю здесь вместе с вами. Владельца раньше не стеснявшегося камеры. В этот раз она смутила. Да так, что он даже не смог ответить на вопросы наркополицейских. Я вас еще раз спрашиваю, еще в заведении есть закиси азота? Бери, пожалуйста. Оставь. Человек работает. Ну, я тоже работаю. Хорошо, работаю. Вы конкретно еще раз, что мне хотите? Давайте я повторю, в третий раз. В данном заведении. Я еще знаю. Версии о происхождении баллонов менялись с каждой минутой. Сначала администратор говорил, что шарики надувают исключительно для эстетических целей. Затем и вовсе заявил, что небольшое пространство за барной стойкой сдает в аренду. А что на нем располагается, не его ума дело. Составлен договор аренды с фирмой, которая поставила баллоны. Вот документы на эту фирму. Вот. Это мы сдаем в аренду. Виноватых точно найдут, уверены в наркоконтроле. В ближайшее время разобраться с тем, кто кого пытается обмануть и для чего нужен веселящий газ в заведении с невеселым руководством, предстоит сотрудникам ФСКН.